Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем тему Нового года. И на эту тему, ребята, создавали очень много писателей. Сегодня мы пройдем с вами творчество русского детского писателя Евгения Пермика. Настоящая его фамилия Висов, но Пермяк – это его псевдоним. Он был родом из города Пермь, и поэтому жители города Перми называют себя Пермяками. И вот он хотел увековечить свое место жительства, свою родину, и потому взял себе псевдоним Пермяк. Евгений Пермяк родился в 1902 и скончался в 1982 году. Ребята, он создал очень много детских произведений. Многие из этих произведений любимы вами, любимы всеми детьми в нашей стране. Давайте отгадаем название его произведения, с которым мы сегодня познакомимся. Обратите внимание на эту картинку. Перед вами изображение одного знаменитого мальчика. Вспомнили, как его зовут? Верно, это Гарри Поттер. Вспомните, где учился Гарри Поттер? Верно, он учился в Академии волшебников. И в этой академии, конечно, готовили кого? Волшебников, учили волшебников. Значит, Гарри Поттер – наш маленький волшебник. На следующей картинке изображение палитры, кистей. И вот в этих выемках разноцветные краски. Правильно, ребята, краски. Давайте вспомним, к какой части речи относятся эти два слова – волшебник и краски. Верно, ребята, эти слова относятся к существительным, к части речи существительным. Давайте попробуем превратить одно из существительных в прилагательное. Образуйте прилагательное от слова «волшебник». Молодцы, это слово «волшебный». А теперь давайте попробуем объединить эти два слова в словосочетания. Какое словосочетание у нас получилось? Молодцы, ребята. Волшебные краски. И сегодня мы с проходим рассказ Евгения Пермика под названием «Волшебные краски». О чем этот рассказ? Ребята, вы знаете, что Новый год – это пора чудес, пора ожидания чуда какого-то, волшебства. И вот под Новый год Дед Мороз дарит детям волшебные краски. Один раз в сто лет самый добрый из всех самых добрых стариков Дед Мороз в ночь под Новый год приносит семь волшебных красок. Этими красками можно нарисовать все, что захочешь. И все, что ты нарисовал, оживет. Но Дед Мороз не каждому ребенку дарил эти волшебные краски. Он дарил их только очень и очень добрым детям. И вот однажды Дед Мороз подарил эти волшебные краски добрейшему из всех мальчиков. Мальчик был очень добрый. Он стал рисовать для своей мамы, для бабушки. Слепому он нарисовал глаза, он нарисовал школу. Но что получилось? Он нарисовал еще самолеты. И мальчик рисовал без остановки день и ночь, потому что он всем хотел принести добро. Ну что оказалось в результате? Но никто не мог воспользоваться нарисованным. Платок нарисованной бабушки был похож на тряпицу для мытья полов. А платье нарисованной матери оказалось таким кособоким, пестрым и мешковатым, что она его не захотела даже примерить. Ружье ничем не отличалось от дубины. Глаза для Слепова напоминали две голубые кляксы, и он не мог ими видеть. А школа, которую он очень усердно рисовал, получилась до того ужасной, что к ней даже боялись подходить близко. Падающие стены, крыши на бекрень, кривые окна, косые двери, страшилище, а не дом. Уродливое здание не захотели взять даже для склада. То есть, ребята, мальчик, конечно, имел желание оказать добро всем людям, но так как он рисовал их неумеючи, торопился, и поэтому все, что он нарисовал, оказалось неудачным. И когда он сказал об этом Деду Морозу, что сказал ему Дед Мороз? Он сказал, я подарю тебе обычные краски, но в твоих силах сделать эти краски волшебными. Ребята, если вложить в дело умение, труд, терпение, усердие, то любой предмет, которым вы пользуетесь, с помощью которого вы делаете какие-то чудеса, на самом деле какие-то поделки или хотите создать что-то новое, они могут оказаться волшебными. То есть, они могут быть настолько прекрасными, настолько полезными для людей, что на самом деле ваши руки могут назвать волшебными. Давайте прочитаем заключение к этой сказке. Так случается на белом свете, так случается не только с красками, но и с обыкновенным топором или швейной иглой, и даже с простой глиной. Так случается со всем тем, к чему прикасаются руки самого великого волшебника из самых великих волшебников. Руки трудолюбивого и настойчивого человека. Ребята, если вы тоже хотите стать волшебниками, вам нужно научиться усердно трудиться. А для того, чтобы труд принес пользу, ребята, надо вложить в свой труд не только желание, но еще и умение. А умение, ребята, приходит с учебой, поэтому вам нужно очень и очень хорошо учиться. Давайте прочитаем пословицу. Ум и сердце в работу вложи, каждой минутой в труде дорожи. Ребята, надо и ум, и сердце вкладывать в свою работу, и каждая минута, которую вы потратили на труд, принесет вам удовольствие и счастье. А теперь перейдем к грамматической части нашего урока. На прошлом уроке вы прошли орфограмму непроизносимые согласные. Ребята, где мы еще встречаемся с орфограммой, в которой участвуют согласные? Верно, это парные согласные. Давайте попробуем научимся сегодня их различать. Как различить непроизносимую согласную от парной согласной? Вот по своему названию непроизносимой, что означает? То есть при письме это согласное пишется, но когда мы произносим это слово, согласное теряет свое звучание, она не произносится. Значит, это согласное будет орфограммой непроизносимой согласной. Но если вместо согласной мы произносим другой звук, но на месте этой согласной какой-то звук сохраняется, тогда это орфограмма парные согласные. Давайте рассмотрим первое слово, слово праздник. Вот посмотрите, мы отнесли ее к орфограмме непроизносимой согласной. Почему? Потому что, давайте попробуем произнести это слово. Праздник. Мы видим, что буква Д при произношении выпадает, следовательно, это слово можно отнести к орфограмме непроизносимой и согласной. Следующее слово, слово гладкий. Обратите внимание, при произношении на месте буквы Д я произношу звук Т, гладкий. То есть звук не пропадает полностью, он просто меняет свое звучание. И потому слово гладкий, букву Д мы отнесем к орфограмме парные согласные. Следующее слово, слово здравствуй. Обратите внимание, при произношении буква В пропадает. Здравствуй. При произношении мы букву В не произносим, следовательно, эту букву можно отнести к орфограмме непроизносимой и согласной. Далее, следующее слово, слово резкий. В этом слове меняет свое звучание согласное З. При произношении она меняется на глухую пару с резкий. То есть буква полностью не пропадает, вместо нее появляется ее парный глухой звук. Следовательно, эта орфограмма парный согласный. Далее, слово мороз. Вновь мы это слово отнесли к орфограмме парные согласные, потому что буква З не пропала, она просто поменяла свое звучание, оглушилась. То есть вместо звонкой согласной на ее месте произносится глухой. Следовательно, относится к орфограмме парные согласные. Рассмотрим слово пастбище. Посмотрите, при произношении этого слова выпадает согласное Т, и потому-то мы эту согласную относим к орфограмме непроизносимые согласные. Следующее слово, слово травка. Обратите внимание, согласное В при произношении меняется на согласную Ф, и потому-то эту согласную в слове травка мы отнесем к орфограмме парные согласные. Последнее слово, слово ненастный. При произношении вновь буква Т теряется, то есть полностью теряется ее звучание. Следовательно, букву в этом слове мы обнесем к орфограмме непроизносимые согласные. Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданием. Перейдем к выполнению упражнения из вашего учебника. И выполним упражнение 124 на странице 97. От данных слов образуйте однокоренные прилагательные. Давайте попробуем. Власть отвечает на вопрос что, а мы знаем, что прилагательные отвечают на вопрос какой. Давайте образуем прилагательное. Какой? Верно, ребята, властный. И так как в корне слова в существительном буква Т присутствует, значит она в корне повторяется и в прилагательном. Для слова, для прилагательного властный, это слово с непроизносимой согласной Т, существительная власть будет проверочным. Следующее слово честь. Смогли образовать? Молодцы, ребята. От слова честь образуем прилагательное честный. И вновь у нас получилось слово с непроизносимой согласной. И слово честь будет проверочным для этого слова. От слова уста. Ребята, уста это устаревшее слово. У этого слова есть современный аналог. Уста означает губы. И, кстати, вот почему речь, которую мы произносим губами, называется устной речью. Потому что в старину это губы называли устами. Значит, уста, устный. И опять в прилагательном появилось непроизносимое согласное. Следовательно, уста будут проверочным словом для этого прилагательного. Далее, ярость. Яростный. Вновь непроизносимое согласно. Капуста. Капустный. Опять появилось непроизносимое. Место. Местный. Доблесть. Доблестный. Ненастье. Ненастный. Ребята, слова в левом столбике являются проверочными словами для слов в правом столбике. Молодцы, ребята. А теперь перейдем к следующему упражнению. Упражнение 125 в вашем учебнике. Измените словосочетание по схеме. Прилагательное плюс существительное. Давайте обратим внимание, а по какой схеме дано нам словосочетание? Площадка это существительное. Лестница это тоже существительное. То есть тут у нас схема существительное плюс существительное. Мы должны поменять на прилагательное и существительное. Площадка на лестнице. То есть Площадка какая? Верно, ребята. Лестничная площадка. И в слове лестничная у нас появилась непроизносимая согласная. А вот в слове площадка, скажите, Д это какая орфограмма? Непроизносимая согласная или парная согласная? Молодцы, ребята. В слове площадка парная согласная. Следующее слово. Сахар из тростника. То есть сахар какой? Как мы называем такой сахар? Это тростниковый сахар. Верно. И обратите внимание, при произношении я букву Т не произношу. И каждый из вас, если это слово произнесет, букву Т не произносим. Это происходит непроизвольно. И вот почему мы букву в этом слове относим к орфограмме непроизносимая согласная. День праздника. День какой? Праздничный. Вновь у нас появилась орфограмма непроизносимая согласная. Небо в звездах. То есть небо какое? Как мы называем такое небо? Когда на нем много звезд, мы называем звездное небо. И в слове звездное непроизносимая согласная Д. Стена в крепости. Стена какая? Верно, ребята. Крепостная стена. И в слове крепостная появилась непроизносимая согласная Т. Молодцы, ребята. Вы очень хорошо справляетесь с заданиями. Ребята, запишите словарные слова. Слова «здравствуй» и «чувства». Запишите в словари, и вам поможет запомнить эти слова, если вы их напишите хотя бы не меньше пяти раз. И еще пару слов вспоминаем. Лестница и праздник. Запомните написание этих слов. Домашнее задание. Прочитайте сказку Евгения Пепермика «Волшебные краски». Составьте план к этой сказке и подготовьте пересказ. Выполните упражнения 126 и 127 на странице 97 ваших учебников. Ребята, во время пандемии нужно беречь свое здоровье. Нужно обязательно надевать маски. Маски надевать в правильной форме, чтобы она прикрывала рот и нос. И не забывайте, побольше гуляйте на свежем воздухе. Избегайте мест скопления людей. Ешьте много фруктов, берегите свое здоровье. До свидания, ребята. До новых встреч. Здравствуйте, ребятки. Мы вновь на уроке математики. Тема нашего урока – обобщающие задания. Мы с вами сегодня разберем задание по пройденному разделу. Откройте, пожалуйста, учебник. Страницу 60. Задание 1. К задуманному числу прибавили 7. Полученную сумму увеличили в 3 раза. И результат разделили на 4. Получилось частное 6. Найдите задуманное число. Для того, чтобы решить это задание, давайте представим это задание в виде схемы. К задуманному неизвестному числу прибавили 7. Полученную сумму увеличили в 3 раза. И результат разделили на 4. Получили 6. Как найти неизвестное нам число? Верно, такие задания надо решать правильно. От конца пред, ребятки, что надо делать? Верно, надо изменить знаки действия. То есть деление на умножение, умножить на делить и плюс на минус. Давайте представим, что у нас с вами получится. 6 умножить на 4. Почему умножить на 4? Так как было разделить на 4. Дальше посмотрите, что у нас. Разделили на 3. Почему разделили? Так как у нас было умножить на 3. И затем мы записали минус 7. Почему минус 7? Потому что было плюс 7. Давайте решим с вами. Посмотрим, что у нас с вами получится. 6 умножить на 4. Верно, 24. Вот нам нужно 24 разделить на 3. Верно, это 8. И от 8 вычесть 7. 1. То получается, что мы задуманное у нас число 1. Давайте запишем его. 1. 1 прибавить 7. Правильно, 8. 8 умножить на 3. Все верно. 24. И 24 разделить на 4. 6. Молодцы. Вот у нас получается, что мы задумали число 1. На этой же странице, 60-й, задание 8. Разменяйте 50 монатов 5 различными способами. Вот у нас 5 различных способов. Давайте постараемся их разменять. Вот 50 монатов. Как можно разменять тремя купюрами? Верно, ребятки. У нас получится 20. Это что, 20 монатов? И 20 монатов это 40. Нам необходимо еще, правильно, 10 монатов. И у нас получилось 50 монатов. Следующий способ. 50 монатов надо разменять 1, 2, 3, 4, 5 купюрами. Это у нас как получится? Правильно. 10. Еще 10. Это 20. Еще, молодцы, 30. Следующие. Следующие 40. Еще 10. 50. То есть, 5 купюр по 10 монатов. Третий способ. 50 монатов четырьмя купюрами. Как можно разменять? Это у нас 20. И еще 10, правильно. 10, молодцы. И еще 10. 20 и 10, 30. И еще 20, 40, 50. Получилось 50 монатов. Теперь посмотрите, четвертый способ. 50 монатов. Можно разменять семью купюрами. Как это сделать? Кто может мне сказать? Молодцы, правильно, ребятки. Это у нас 20 монатов. И еще как можно записать 6 купюр, чтобы еще прибавить 20, чтобы получить 50. Правильно, 6 купюр по 5 монатов. 5 монатов и еще 5. Это делать 10 монатов. Прибавить еще 5, 15. Прибавить еще 20. И еще 5, 25. Верно, еще 5. 20 и 30 монатов. Это 50 монатов. И пятый способ. Посчитайте, ребятки, сколько купюр нам необходимо. Правильно, это 10 купюр по 5 монатов. 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50 монатов. Молодцы. Давайте перейдем к следующему заданию. На этой же странице задача третья. На концерт в понедельник было продано 135 билетов. Во вторник 150, а в среду 165. Сколько билетов было продано в пятницу, если продажа билетов будет увеличиваться в таком же порядке? Давайте представим нашу вот эту задачу в виде таблицы. Обратите внимание, 5 дней – понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. По условию задачи в понедельник 135 билетов было продано. Во вторник 150, в среду 165. Нам нужно узнать, в пятницу сколько было продано. Для этого что мы должны сделать? Верно, нам нужно узнать разницу. Каждый следующий день, на сколько билетов у нас увеличивалась продажа. Нам нужно от 150 отнять 135. 150, вычесть 135. Это сколько делает? 10 минус 5 – 5, 4 минус 3 – 1, 1 минус 1 – 0. Мы впереди 0, не записываем. Получается 15 билетов. Разница. Получается, что в понедельник, если у нас было 135 билетов, было продано, во вторник на 15 билетов больше – 150. Значит, в среду, давайте посмотрим, у нас было 150, стало 165. Выясним. 165 надо вычесть 150, чтобы узнать разницу. 5 минус 0 – 5, 6 минус 5 – 1, 1 минус 1 – 0. Получается, что у нас во вторник 150, а в среду – 165. Разница правильно. На 15 было билетов продано больше, чем во вторник. Как таким же способом дойти до пятницы? Значит, нам нужно узнать в четверг, сколько билетов. Для этого в среду у нас 165 билетов. Значит, что мы должны сделать? Верно, прибавить еще 15. Увеличить продажу 165 билетов, прибавить еще 15 билетов. Это у нас 5 плюс 5 – 10. 0 пишем, 1 в уме. 6 прибавить, 1 – 7. И еще 1 – 8. И 1 спускаем. Получилось 180 билетов. Запишем. Значит, в четверг было продано 180 билетов. Вот таким же способом, ребятки, в пятницу мы сможем узнать, сколько билетов было продано? Верно. Нам нужно 180 прибавить, 15. Это будет 0 прибавить, 5 – 5. 8 прибавить, 1 – 9. И 1 спускаем. 195. Значит, в пятницу было продано 195 билетов. На этой же странице задание седьмое. Из денег на школьные расходы Тарана каждый день откладывает 20 геопиков. Используя эту информацию, ответьте на вопросы. Вот первый вопрос. Сколько денег она накопила за 5 дней? Давайте представим эту задачу правильно в виде таблицы. У нас требуется 5 дней. Первый день, второй, третий, четвертый и пятый день. Не имеет значения дни недели. Это какие? 5 дней. Она откладывает 20 копеек каждый день. Запишем. В первый день 20 геопиков. Во второй день еще 20 геопиков. Это что значит? Что каждый следующий день на 20 геопиков больше. То есть каждый раз мы должны увеличивать на 20 геопиков. Во вторник у нас будет 20 и 20, верно, 40 геопиков. Третий день еще на 20 геопиков больше. Верно, это 60. В четвертый день еще на 20 было 60, плюс еще 20. 80 геопиков. И пятый день 80 на 20 больше. Это 100 геопиков. А мы знаем, что с вами 100 геопиков это сколько? Правильно, это 1 монат. 100 геопиков есть 1 монат. Значит, сколько денег она накопила за 5 дней? Как мы ответим на этот вопрос? За 5 дней она накопит, правильно, 1 монат. А теперь давайте ответим на второй вопрос. Сколько денег останется у тараны, если на деньги, накопленные за 10 дней, а накопить 9 за 1 монат 20 геопиков? Где наша таблица? Вот наша таблица. Первые 5 дней мы уже с вами знаем. 20, 40, 60, 80 и 100. Нам нужно выяснить, за 10 дней то, что она накопит, купив DVD за 1 монат 20 геопиков, сколько денег у нее останется? Ребятки, давайте выясним. Она продолжает копить свои деньги каждый раз, каждый день, добавляя по 20 геопиков. Давайте допишем. 100 и еще 20. Это 120. Следующий день. Верно, 140. Восьмой день. 160. Следующий. 180. И десятый день у нее сколько? Верно, 200 геопиков. А это делает 2 моната. За 10 дней она накопит 2 моната. А давайте теперь посмотрим. Она купила DVD за 1 монат 20 геопиков. То есть у нее было 2 моната, она потратила 1 монат 20 копеек. Мы должны что сделать? Верно, от 2 монатов вычесть 1 монат 20 геопиков. Равно. 2 моната отнять 1 монат, у нас будет 1 монат. А от 1 моната мы вычтем 20 копеек. А мы с вами знаем, что 1 монат – это 100 геопиков. 100 отнять 20 геопиков – это у нас, верно, 80 геопиков. Как ответить на этот вопрос? Сколько денег останется у тараны? Верно, у тараны останется 80 геопиков. А теперь задание такое. На странице 60 выполните, пожалуйста, задания 1, 4 и 5. А наш урок с вами закончился. Берегите себя, ребятки. Проветривайте часто помещение. Носите маски. Чаще мойте руки. До свидания. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами поговорим о третьем уроке третьего модуля, который называется «Алгоритмы закрепления». Начнем урок с повторения пройденного материала. Давайте поиграем. Покажите на глаз, на язык, кожу, нос или ухо, есть ли информацию можно получить с помощью них. Итак, первое задание. Пушистый ковер. Правильно. Второе. Вкусный суп. Верно. Третье. Раскат грома. Правильно, ребята. Четвертое. Аромат выпечки. Верно. Пятое. Синий бант. Правильно. Сегодня, ребятки, мы с вами будем продолжать составлять инструкции для людей и роботов. Давайте посмотрим, как называются такие инструкции. Эти инструкции называются алгоритмами. Вспомним, что же такое алгоритм. Алгоритм – это набор команд, описывающих порядок действий исполнителя для решения задачи. А теперь давайте докажем, что это алгоритмы. Разберем первое. Да, ребятки, это алгоритм, потому что здесь действия простые и не требуют уточнений. Есть результат, который будет достигнут. Разберем второй. Посмотрим, что же здесь. Это, ребята, не алгоритм, потому что вопрос не может быть командой. Далее, рассмотрим третье. Это тоже является алгоритмом, потому что здесь действия простые и не требуют уточнений. И есть результат. Далее. Это не алгоритм. Почему, ребята? Потому что здесь нет точного указания, сколько птиц нужно нарисовать. Итак, сегодняшняя наша тема – алгоритмы. Давайте решим такую задачку. Нужно пронумеровать по порядку действий, которые нужно выполнить, чтобы открыть файл. Итак, какое действие нужно выполнить первым? Сначала нужно навести курсор на значок файла. А второе действие – щелкнуть по файлу левой кнопкой мышки два раза. Итак, решим следующую задачку. Посмотрим, что же здесь нужно сделать. Здесь нужно тоже пронумеровать порядок действий, которые нужно, чтобы выполнить для того, чтобы переименовать папку. Итог. Какое же действие будет первым? Первым будет нажать на имя папки. Второе – набрать новое имя. И нажать Enter на клавиатуре. А теперь, ребята, давайте решим такую задачу. Выберем алгоритм, в результате выполнения которого робот выйдет из лабиринта. Посмотрим на этот алгоритм. И проверим его, где окажется у нас робот, выполняя этот алгоритм. Робот дойдет, ребята, до цели. Далее. Выполним следующий алгоритм, где окажется робот после выполнения этого алгоритма. Он останется в лабиринте. Это неверный составленный алгоритм. Далее. Рассмотрим следующий алгоритм. Где же у нас робот окажется? Да. Выполняя этот алгоритм, робот у нас дойдет до цели. Далее. Посмотрим следующий алгоритм. Где же окажется робот после выполнения этого алгоритма? Робот дойдет до цели. Правильно. Какие же из этих алгоритмов лучше всего использовать? Нужно выбирать, ребята, самый короткий алгоритм. А теперь небольшая безминутка. Условия таковы. Хлопайте в ладоши, если утверждение верное. Поднимайте руку, если утверждение неверное. Первое. Компьютер хранит информацию в файлах. Я думаю, вы нашли ответ. Второе задание. В одной папке могут лежать папки с разными именами. Правильно, ребята. Третье. В каждой папке может быть только один текстовый файл. Правильно. Четвертое задание. Папка может быть пустой. Отлично. Пятое задание. Папки нельзя удалить. Верно, ребятки. А теперь, ребята, перейдем к работе на платформе. Как вы знаете уже, нужно сначала зайти на платформу. Для этого нужно включить компьютер, открыть программу Google Chrome, внести интернет-адрес mars.algoritmica.as, ввести логин и пароль. Затем мы должны выполнить основные и дополнительные задания. А теперь давайте разберем несколько заданий на платформе. Первое задание. Что из этого не является алгоритмом? Давайте проверим. Конечно же, этот вариант. Почему, ребята? Потому что здесь есть вопрос. А где есть вопрос, это не является командой, и поэтому не является алгоритмом. Разберем второе задание. Пронумеруй по порядку действия, которые нужно выполнить, чтобы сохранить файл. Для этого что же нужно сделать? Открыть текстовый документ, затем напечатать в документе о своих увлечениях, открыть меню «Файл» и в открывшемся меню выбрать «Сохранить». Проверим. Правильно выполнили задание. Так, ребятки, в конце урока подведем итоги. Давайте посмотрим, за какое наименьшее число шагов робот может выйти из лабиринта. Посчитаем и напишем сюда. Так, 4. Отправим ответ. Итак, ребятки, оцените, пожалуйста, как прошел наш сегодняшний урок. Спасибо вам за внимание. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok